Меня зовут Слава Прохоров, Вячеслав, если вам угодно, если очень угодно, то Вячеслав Андреевич даже. Я руковожу командой внешнего продвижения социальной сети ВКонтакте. Там в программе написано, что я выступаю как этой же социальной сети Digital Evangelist, ну и вообще занимаюсь многими-многими разными вещами. У меня два агентства есть, и еще я активно в этом году поддерживаю учебно-кинологический центр, который называется «Собаки-помощники». Одна из двух организаций в России, которая занимается воспитанием собак-поводырей. Мы с ними подкаст делаем. Так что если вам захочется в какой-то момент перестроить свою повестку новостную с того, о чем пишут у нас все медиа уже полтора года, на что-нибудь общечеловеческое, чего хочет почитать аудитория, можете меня поймать, я вам порассказываю. Ну а сегодня, поскольку я предположил, что эту секцию я буду закрывать, то хотел бы я с вами поговорить не столько про непосредственно там ВКонтакте, аудитория, инструменты, вот это вот все. На эту тему лекции, опять же, я вам расскажу, где найти. А хотел бы скорее про общие такие человеческие вещи и поговорить про моменты, на которых очень многие медиа систематически стреляют себе в ногу. Ну а как известно, у Макса Дорофеева есть хорошая фраза про то, что нет гарантированных путей к успеху. Есть гарантированные пути облажаться. И профессионал тот, кто вот сценариев облажаться, уверенно избегает. Вот, поэтому давайте поговорим про какие-то косяки, ошибки и все остальное. Вот перед вами числа. Числа, которые вам, скорее всего, никогда в жизни не пригодятся, потому что вряд ли у вас когда-нибудь на полном серьезе возникнет идея окучить всю аудиторию ВКонтакте. Но здесь я хотел бы вам рассказать про то, как стоит читать подобную статистику. Смотрите, есть базовая философия, что в социальные сети люди приходят с самыми разными целями. Так уж получилось, что за прошедшие полтора года в моей жизни резко выросло количество мероприятий, таких достаточно характерных. Там основная масса аудитории — это люди мужской пол в основном, люди возрастом за 50 лет, такие с многочисленными подбородками, ну такие решалы. Вот, я очень люблю на такую аудиторию задавать вопрос, а чем, по-вашему, люди занимаются в социальных сетях? Потому что стабильные три варианта ответа, прям такие отточенные. Значит, на первом месте находится вариант ответа «работают». 84 миллиона работничков у нас. На втором месте общаются. И на третьем месте, такой социально приемлемый вариант ответа, саморазвиваются. Люди у нас в социальные сети за саморазвитием приходят. Я когда первый раз это услышал, у меня приступ кататонии минуты на полторы случился, потому что мне перед глазами всплыла картинка, на которой фотография, на ней кошка вот так вот в прыжке нелепо изображена, и подписано «пук-пук, я кот-паук». Саморазвитие, дорогие друзья. То есть основные вообще принципы, по которым люди приходят в социальные сети, и основные принципы, которыми руководствуются при выборе социальной сети, в которой находиться, это, во-первых, у человека должно быть некое окружение какое-то социальное, тусовочка. Это могут быть знакомые люди, коллеги, друзья, родственники. Это могут быть формально незнакомые люди, если это какое-то объединение по интересам. Вторая составляющая — это контент. То есть люди приходят, ну давайте назовем это не совсем строгим научным термином, позалипать. Позалипать и потупить. Так вот, в данном случае нас с вами интересуют соотношения между этими двумя числами, потому что наверху среднемесячная аудитория ВКонтакте, по данным на второй квартал этого года. Вот здесь аудитория средним в день. И здесь стоит построить пример от обратного. Есть прекраснейший сервис, который называется «Госуслуги». Поднимите, пожалуйста, руки те из вас, кто приходит туда ради удовольствия позалипать. Вот я, блин, я каждый раз боюсь, что люди начнут поднимать руки. В этот раз три руки в зале. Расскажите, пожалуйста, ну, как вы залипаете? Вот вы открываете «Госуслуги» перед сном. Ну, да, 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 там налоговый вычет. Ага, ой, как интересно. Ну, то есть мы можем предположить, что «Госуслуги» — это такой чистый технический сервис, то есть он есть практически у всех. Совокупная аудитория, допустим, среднемесячная, там большая, а у средневная значительно меньше, потому что люди заходят только по необходимости. В случае ВКонтакте, как и в случае моих коллег, которые до этого демонстрировали вам свои данные, эти два значения довольно-таки близки, из чего можно сделать вполне очевидный вывод, что людям ВКонтакте нравится, люди ВКонтакте заходят регулярно, им есть чем заняться. Давайте попробуем закопаться поглубже. А в то, кто ваша вообще аудитория? Потому что есть такое общее место, особенно у региональных медиа, особенно у небольших, когда на вопрос «А кто ваша целевая аудитория?» следует ответ от 20 до 80 лет. Примерно пополам мужчины и женщины. В целом, хорошо, если оно так. Но важно понимать, что не существует такой единородной гомогенной аудитории региональных медиа. Это живые люди. Они, к сожалению, разные. Почему? К сожалению, потому что если бы они были все одинаковые, вы бы их квадратным гнездовым методом всех бы в одни рамки загнали, и они бы у вас поглощали контент абсолютно предсказуемым способом. Потому что то, что Андрей говорил, то, что Кристина говорил, то, что я буду повторять свои речи, что важно делать интересный контент, важно делать качественный контент. Проблема заключается лишь в том, что четких критериев у этой интересности, ее не существует. И особенная сейчас проблема у окологосударственных средств массовой информации, которым поставили задачу работать с молодежью. И здесь все утыкается в ту проблему, что молодежь – это условно от 18 лет, от наступления совершеннолетия, до 35 лет. Друзья, общего у 18-летних и 35-летних только количество конечностей обычно. Дальше начинаются очень большие различия. Поэтому давайте попробую вам немножко рассказать про то, почему важно изучать соцпсихологию хоть на каком-то уровне, и почему за вас эту задачу никто не решит, к сожалению. Основная масса аудитории… Вообще, уже учитывая, что это третья лекция, которую в этом блоке вы видите, вы можете обратить внимание, что портрет аудитории довольно похож у всех. Основная масса аудитории – это 25-45 лет, к старшим возрастам начинается нисходящее, младших возрастов тоже есть определенный дефицит. Почему так? Потому что здесь работает статистика банальная. В стране населением 140 миллионов человек, порядка 100 миллионов пользуются интернетом. Соответственно, любой проект в интернете, аудитория которого крупнее хотя бы 25-30 миллионов человек, портрет аудитории этого проекта будет выравниваться относительно социально-демографической картины в стране. То есть большая ошибка, которую вы можете совершить, это представлять, что в разных социальных сетях какая-то разная аудитория под конкретный проект, под конкретные задачи. Да, такое вполне может быть. Но если мы берем площадки в целом, то аудитория по полувозрастному срезу, она плюс-минус одна и та же. Ну и, собственно, здесь все довольно-таки просто раскрывается. Аудитории 25-45 больше, потому что этих людей количественно больше всего в стране. Это самая массовая возрастная группа. Более старшим возрастом начинается ниспадающая не потому, что люди старших возрастов не пользуются интернетом. Пользуются еще как. Просто чем выше возраст, тем меньше людей остается. Ну это биология, она, к сожалению, вот так жестоко устроена. Причем после 55 лет начинает резко доминировать женская аудитория, что опять же не является какой-то спецификой ВКонтакте, но вот так вот мир устроен. Младшая аудитория, давайте не будем брать сейчас во внимание особо тех, кто 12-17 лет, условное поколение альфа, потому что младшие представители этого поколения еще мечтают стать динозаврами, когда вырастут, поэтому говорить о каких-то поведенческих особенностях, в общем-то, довольно сложно. А вот аудитории, допустим, 15-25, посмотрите, давайте не так, аудитории 25-35 лет в штуках порядка 30 миллионов человек. Аудитории 15-25, 20 миллионов человек, то есть в полтора раза практически меньше. Ну там точные цифры, они там 21 с копейками, но соотношение, оно примерно близко. Об этом очень важно знать, потому что время не стоит на месте, и важно понимать, что через 5 лет в возрастной группе 15-25 уже будет 20-30, и через 10 лет ей уже будет 25-35, а больше их количества не станет. И дальше борьба за аудиторию, вот эта конкуренция за внимание аудитории, она будет только возрастать в силу вот этого вот демографического сдвига определенного. Вообще существует много разговоров по поводу поколенческого сдвига у поколений Z и Альфа и все остальное. Я вас, с вашего позволения, не буду сейчас с этим всем грузить, хотя тема лично мне очень интересная. Скажу лишь, что если вы хотите в это все подробнее погрузиться, я могу вам очень порекомендовать найти лекцию Андрея Ивановича Макарова. Можете просто в поисковик вбить «Андрей Макаров. Поколение». Она там, что-то конфликт ценностей называется, ну просто «Андрей Макаров. Поколение». У Андрея Ивановича очень специфическая манера изложения мыслей, однако, на мой взгляд, это самые полезные полтора часа на заданную тему. Почему во все это важно погружаться? Несколько лет назад социальная сеть «Одноклассники» сделала просто шедевральное исследование, на мой взгляд, какие интересы свойственны людям какого пола и какого возраста. И это был просто бесконечный источник удивительных мыслей, потому что более-менее все логично с полом женским, потому что до 25 лет основные интересы связаны с учебой, потом они потихоньку замещаются бытовыми, семейными, кулинарией и все остальное. Разумеется, не у всех. То, о чем мы говорим сейчас, это характеристики многомиллионной аудитории. Каждый в частном случае может отличаться очень сильно. От купола нормального распределения на несколько сигмун летать. Что происходит с мужской аудиторией? Аудитория 12-17 лет. Пол мужской. Топ-3 интереса. Туризм. Малый бизнес. Потому что криптовалютчики и покупатели NFT, они в основном в этой группе сидят. И на третьем месте авто премиум класса. Никто так не разбирается в премиум автомобилях, как 15-летние пацаны. У них есть ровно один недостаток. Они их крайне редко покупают. Что любопытно уже, кстати, в следующей возрастной группе, 18-24, у той же мужской аудитории топ-3 интереса. Юмор. Юмор у мужской аудитории с годами только прирастает. Где-то годам к 50 у среднего представителя мужской аудитории юмор занимает больше 50% вообще всего проводимого в интернете. Но 18-24, значит, этот юмор появляется. На втором месте какая-то фигня по изучению иностранных языков, не помню. На третьем месте авто, БУ, запчасти и сервис. Из этого вы можете сделать вывод, где происходит столкновение с жестокой реальностью. Но в чем суть? Давайте еще одну историю вам расскажу на эту же почву. Мужчины и женщины. Вроде бы как бы все логично. Вроде бы все довольно очевидно. 2016 год. На рекламную платформу MyTarget приходит интернет-магазин, который торгует футболками с печатью на заказ. То есть можно прийти, выбрать, вам печатают, отправляют футболку. На тот момент была суперпопулярная, прям волна была популярности игр типа World of Tanks, War Thunder, Armata и все остальное. Игры про танки. Ребята решили, что раз игры популярны, надо продавать футболки с танками. Логично? Логично. Решили сперва запускаться на мужскую аудиторию. Ну, потому что прямая логическая связь. Когда мы их уговорили протестировать и запустить рекламу, в том числе на женскую аудиторию, то внезапно выяснилось, что больше половины заказов приходят именно от женской аудитории. И если у вас в голове появилась версия, что, ну, конечно же, это в подарок, то давайте уточним, что среди этих женских заказов было большое количество, значительное, то есть тоже около половины, допустим, майк алкоголичек с глубоким вырезом, футболок размера XS и так далее. По одной точке график не строят, но лично мой жизненный опыт подсказывает, что мало в природе мужчин размера XS, зато с большой красивой грудью. Что же происходит там? Почему в этом случае? Звуки сверчков в аудитории. Ну, во-первых, девочки тоже играют в танки. Во-вторых, и ответ на этот вопрос дала женщина на одной из конференций, тоже в большом зале. Она просто встала из центра, и это был крик боли. Она говорит, да чтоб хоть как-то эту спину из-за монитора отвлечь. Потому что тут уже начинается такая бытовая мудрость. Это называется импринтинг. Что если объект у нас вот здесь наблюдает танк, и ему прикольно, он от монитора оторвался, а тут снова танк. Прямая ассоциативная связь. Это работает. Лайфхак, да, блин. В общем-то, к чему все эти истории, к чему все эти приколы? Дело в том, что с вашей аудиторией происходит примерно то же самое. Тем не менее, большая часть медиа выдает инфоповестку в совершенно одностороннем порядке, абсолютно дистиллированную, обращенную как бы ко всем и никому. А потом Андрею вопросы, типа, одноклассники, одноклассники, а где наши охваты? Потом Кристине, наверное, вопросы, типа, дзен-дзен, где наши охваты? И мне в конце лекции будет то же самое. Мы делаем по 20 постов в день, перепечатываем всю ленту ТАСС, а охватов у нас как не было, так и нет. Я авансом могу сказать, что классический симптом того, что надо срочно что-то делать с вашей страницей ВКонтакте, это если у вас охваты составляют меньше 5% от вашей аудитории. То есть если у вас 10 тысяч подписчиков, но средний пост собирает меньше 500 охватов, то это ситуация, когда проще облить напалмом и сжечь. Но делать с этим что-то можно, об этом я тоже вам сегодня поговорю. Но перед этим давайте еще покопаемся с такой темой, как сообщество. Потому что, опять же, важно понимать, чем социальные сети отличаются от классических медиа, то есть чем социальные сети отличаются от прессы, радио, телека, всего остального. Радик, телек и пресса — это односторонний канал коммуникации, односторонний формат взаимодействия с аудиторией. Вы собрали некий пул информации, упаковали ее в какую-то форму, газету отпечатали, еще что-то, и выдали в аудиторию. Аудитория может это либо поглощать, либо не поглощать. Все, у нее вариантов нет. В социальных же сетях так не работает. В социальных сетях люди приходят, потому что у них там есть друзья, потому что там есть интересный для них контент, и если все остальное для них интерактивно, то местные медиа, которые представляют из себя крепость просто такую огороженную, вот у нас есть новости, диссонируют с общим полем информационным того, что человек наблюдает перед собой. И каким-то образом это перекроить, ну, на мой взгляд, практически невозможно. Просто потому что вы должны каким-то образом поменять привычки людей. А привычки людей, ну, кто отучился ковыряться в носу, молодец, я не смог. Вот, поэтому давайте попробуем посмотреть, как устроено сообщество, то есть та группа людей, которых вы собираете вокруг себя. То есть эти подписчики, это же не абстрактные люди, те самые охваты, они берутся, в первую очередь, не из алгоритмов. Они берутся, это косвенное свидетельство того, насколько этот контент востребован у вашей аудитории. Вот здесь слайд расстрельный. Такие слайды нельзя вставлять в презентации, но я его воткнул сюда специально, чтобы вы увидели, что по строгому определению сообщество — это просто полотно текста. Если всю вот эту вот билиберду упрощать до нормальной человеческой речи, то сообщество — это группа людей, чем-то объединенных. Все. Не надо плодить лишние сущности. Все довольно просто. И есть еще один важный момент. Вот перед вами откровенно такая шакалья картинка. Прошу прощения за качество, но мысль она иллюстрирует. Здесь вы видите разные группы людей. Ну давайте представим, что это у нас, не знаю, есть кто-нибудь из Нижнего Новгорода? Нет никого из Нижнего Новгорода. В Нижнем Новгороде есть район Бор. Допустим, вот здесь у нас жители Бора. Вот здесь у нас анимешники. И вот здесь вот наверху, ну допустим, не знаю, покупатели чижика-пыжика. Это очень наглядно иллюстрирует, что человек может принадлежать к разным социальным группам одновременно, ему никто не запрещает. И более того, тут возникает интересный момент еще, что человек, поскольку средний пользователь любой социальной сети, скорее всего, сидит еще и в других социальных сетях. То есть это, опять же, важно понимать, что люди не делятся на остроконечников и тупоконечников по принципу того, что я сижу вот в этой социальной сети, а в другие ни-ни. Люди саморазвиваются в стольких социальных сетях и сервисах, сколько у них хватает времени. И здесь еще один такой важный момент, что социальная роль — это определенного вида конструкт, который человек сам под себя подстраивает. Если говорить по-человечески, в чем это проявляется? В сообществах, посвященных здоровому образу жизни, сидят в основном не фитоняшки и не спортсмены. В сообществах, посвященных здоровому образу жизни, сидят в первую очередь люди, которые… Вот сейчас у них завал на работе закончится, и они с понедельника начнут сельдереевый суп в себя впихивать просто килолитрами и бегать по 30 километров в день. Ну а потом понедельник наступает, и все это сдвигается на первое число, на после Нового года, на еще что-то. Но самое главное, что человек, вступив в такое сообщество, как бы сам для себя в первую очередь декларирует, что все, теперь я фанат здорового образа жизни. В особо запущенных случаях он еще как не в себя репостит себе рецепты здорового питания на стену, чтобы все его окружение и видело, ах, какой он молодец, такой классный. Сельдерей просто уничтожает тоннами. Вот, поэтому, опять же, отношение, либо неотношение человека к разным идеям, оно, кстати, очень сильно стало заметно за прошедшие полтора года, потому что для многих людей, к сожалению, очень серьезные вопросы упрощаются до уровня, ну не знаю, за какую там хоккейную команду болеть, в пятницу вечером посидеть. И человек просто навешивает на себя какой-то маркер, относит себя сам к какому-то лагерю и начинает даже не столько искренне выражать какую-то деятельность, сколько имитировать ее в натуральную величину. Примерно так же, как делают маленькие дети. Вот когда дети просто бездумно копируют какие-то привычки своих родителей, поэтому, например, в чувствительном возрасте, начиная лет с трех, при детях желательно не материться. Потому что слово штангенциркуль, оно у вас до университета запомнить не сможет, как правильно пишется. А вот великий и могучий влетает просто на ура. Воспитательницы в детском саду потом от этого в восторге. Есть разные классификации того, какие бывают сообщества. В данном случае я вам представляю классификацию по Миллингтону. Оно ни в коем случае не претендует на роль самой лучшей, самой универсальной, самой классной. Это просто одна из моделей. Можно использовать ее, можно что-то другое, просто, на мой взгляд, она достаточно наглядна. Соответственно, Миллингтон классифицирует, есть две классификации у него сообществ. Сейчас обе покажу. Первое – это по интенции, по намерению человека, который в это сообщество вступает. Здесь, в общем-то, довольно просто. Сообщество по интересам. Филателисты, анимешники, любители походов, спасатели экологии. Хотя спасатели экологии, скорее всего, сюда попадут. Сообщество действия, когда люди собираются, чтобы что-то вместе поделать. Веломарафон устроить, концерт, то самое спасение экологии. И оно близко стоит с сообществом практиков. Вот, по сути, если вы сейчас посмотрите по сторонам, то вы увидите то самое сообщество практиков. То есть вы тут все друг с другом, скорее всего, и не знакомы, поименно, во всяком случае. Но, глядя по сторонам, вы совершенно очевидно, вы предполагаете, что раз это мероприятие союза журналистов России, то и люди тут вокруг, ну, как бы нелевые собрались. Сообщество по обстоятельствам, как по позитивным, так и по негативным. То есть вот это сбор помощи на погорельцев или там на опаводки, вот оно. И сообщество места. Сообщество места — это очень любопытный феномен именно в случае средств массовой информации. Я думаю, многим из вас знакома история про сеть пабликов «Подслушано», которая просто является одним из эталонов того, как стоит взаимодействовать с аудиторией. То есть в чем прикол? Они присутствовали в 30, если не ошибаюсь, регионах, при этом редакция проекта состояла из пяти человек. В чем была фишка? Это была натуральная самоподдерживающаяся реакция. То есть для тех, кто не знаком, что такое подслушанное? Это сообщество ВКонтакте, куда каждый желающий может, проходя по родному городу, что-то вот происходящее зафиксировать, фото, видео, текстом, неважно, и отправить в предложку. Дальше редакция просто решает, публиковать это или не публиковать. Почему это все срабатывает? Во-первых, когда запись от человека размещается, то срабатывает эффект «мама, мама, я в телевизоре». Человек чувствует свою социальную значимость. Его же не просто вот он на кухне пожаловал совсем, что-то произошло, а тут вот весь мир видит. Опять же, мир у каждого человека — это все-таки достаточно ограниченная числом Донбара сущность. Во-вторых, тем самым люди сами писали про те вещи, которые для них действительно важны. Потому что, ну, допустим, как в фильме «Не смотрите вверх», в нас летит комета. Это, конечно, ужасно. Но если на улице Ленина, дом 15, четвертый год канализация течет и воняет, это обычно более приоритетная проблема. И вот это человека действительно тревожит. То, что там Центробанк ставку рефинансирования на процентный пункт подкинул, ну, как бы это, наверное, вот как-то влияет. В общем-то, большей части не важно. А канализация, она воняет прямо здесь, сейчас. И поэтому, когда человека разместили, то он еще и свою социальную значимость почувствовал. Но обычно все-таки мы говорим про гибридные сообщества, потому что так или иначе эти вот роли перетекают друг к другу, перемешиваются и так далее. Следующая классификация по Миллингтону — это по цели участников. И вот это, кстати, то, о чем многие средства массовой информации забывают, что здесь собрались не только для того, чтобы новости почитать, но люди, вот они зачем-то пришли, потому что новости, ну, много вариантов, где они могут получить. Ну, вот основные цели. Досуг, то есть то самое, посамосовершенствоваться отношения, причем здесь не обязательно межполовые отношения. Отношения могут быть дружескими, могут быть с коллегами отношения, то есть как угодно. Исправление ситуации, а, ну и куда же без этого, саморазвитие. Вот оно, наконец-то, всплыло. То есть это то, зачем человек приходит. Если цель не достигается человеком, он ничего не получает взамен, то заинтересованность его быть членом этого сообщества, она потихоньку распадается на атомы и исчезает в небытие. Вот перед вами пример того, какую активность могут развивать участники сообщества. Это, например, профессиональных сетевых сообществ. В данном случае этот слайд делался для преподавателей. Но на самом деле не так важно. Я вам не столько хочу выдать конкретный рецепт, сколько продемонстрировать, что вариантов того, что вы есть как медиа, и вы что-то выдаете в вашу аудиторию, а аудитория тоже может с вами каким-то образом коммуницировать. У этого всего есть куча вариантов. Миллион просто. Помимо того, что там можно в лоб конкурсы устраивать, кто придумает самые дурацкие заголовок, тот получит по лбу. Ну и заканчивая какими-то взаимодействиями социальными, потому что… Ладно, до этого еще доберемся. То есть в любом случае придется мне все-таки внедрить нам термин число Донбара. У человека есть окружение и определенное количество социальных связей, которые он может поддерживать. Есть важное понимание. Есть социальные связи, есть парасоциальные связи. Чем они отличаются? Вот в первом ряду сидит Маша. Мы с ней знакомы, между нами социальная связь. А есть, допустим, блогер какой-нибудь, который мне очень нравится, и в отдельные моменты жизни прям брат братам братишка, но он при этом понятия не имеет, кто я такой. Поэтому получается парасоциальная связь такая условно односторонняя. Но, тем не менее, она у меня есть, он мне дорог и так далее. То же самое может быть медиа. В принципе, любая сущность, бренд может попадать вот в это самое число Донбара в количество социальных связей. И вот эти социальные связи, они бывают, по сути, со своих двух типов. Вынужденная социальная связь, то есть если вы там работаете, вы платите налоги. Если вы не платите налоги, вы получаете полбу. Как бы все очень просто. То есть либо вынужденная, либо добровольная, и тогда она строится на эмоциях в первую очередь. Потому что, ну, вряд ли многие люди на полном серьезе, придя вечером домой, открывают экселевскую табличку и считают, что им дало социальное взаимодействие со всеми людьми, с которыми они пообщались сегодня. Если в зале есть такие, имейте в виду, я вас боюсь. Так, а презентации будут разосланы? Не знаете? Будут вам рассылать? Нет, вопрос к организаторам. Ну, ладно, если что, я вам расскажу, где это раздобыть. Я просто, чтобы скучные слайды пропускать. И вот прям топ-подбор граблей, по которым скачут в том числе медиа, в том числе региональные. Почему, собственно, многие сообщества стагнируют и получают те самые меньше 5% охватов на пост? Потому что, ну, во-первых, отсутствие стратегии – это прям вот номер один. Мы что-то делаем, потому что непонятно. Особенно, кстати, это заметно сейчас у государственных пабликов, которые обязали ввести свои страницы в социальных сетях, но зачем – не объяснили. Ну, просто чтобы было, да. И тут получается классическая ситуация, когда нас невозможно сбить с пути, потому что нам пофигу, куда идти. То есть люди что-то делают, получают какие-то результаты, но вроде как бы не такие, как хотелось бы. Вот те самые молодежные сообщества 1835, к примеру. Отсутствие голоса сообщества – это отдельная история про тональность коммуникации, tone of voice, как вам угодно. Но, опять же, то, о чем я уже упоминал, что большая проблема многих медиа в абсолютной стерильной бездушности. То есть, когда нет какой-то эмоциональной связи. При этом я понимаю, что один из принципов журналистики – это невовлеченность журналиста в события. То есть это все должно быть максимально объективно преподнесено. Но при этом одну и ту же историю, сохраняя ее объективность, эмоционально можно преподносить по-разному. Здесь, опять же, поскольку время у меня не резиновое, и вы уже под вечер подустали, могу порекомендовать, например, школу Band хотя бы по верхам пробежаться. Это школа про написание текстов в том числе. И там мне просто нравится, что у них один из преподавателей очень наглядные примеры дает по вот этой самой… Ну, чтобы голос сообщества появился, чтобы это было не что-то там вот такое синтетическое, а чтобы было видно, что за контентом стоят реальные живые люди со своими характерами, со своими там нюансами какими-то. Ну, неверная работа с негативом зачастую выливается в запрет на свободное общение. Вот это просто… Ну, по сути, если вы запрещаете свободное общение в своем сообществе, вы его своими же руками и убиваете. Общение надо поддерживать обязательно для того, чтобы вокруг вас строилось это самое сообщество, комьюнити. Надо, чтобы люди имели возможность с вами пообщаться, в комментариях друг с другом пообсуждать. То есть самый простой способ для любого медиа поднять на короткий промежуток охваты. Дожидаетесь начала июля и запускаете пост. Как вы считаете, на чем лучше делать окрошку? И три варианта ответа. Кефир, квас и третий вариант. Окрошка – это ваш мокрый салат, и вообще, фу, гадость, ненавижу. Таким постом вы открываете портал в ад в комментариях. Но при этом вовлеченность у вас вот так вот просто в потолок ускакивает. Потому что люди будут делиться, люди будут привлекать своих друзей, родственников, коллег, чтобы всем мощным фронтом доказать, что окрошка должна быть вот такая. Поэтому в целом, вот вам из Дорофеева картинка, это не я рисовал, автор книги «Джедайские техники», очень хорошая книга. Но я раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, под каждым из этих семи слов я готов подписываться с утра до ночи. Потому что надо действительно разбираться в том, а что происходит в головах у вашей аудитории, что там сидит и чего они вообще хотят. Так, ладно, комьюнити менеджера пропустим. Теперь поговорим про ВКонтакте. Непосредственно уже забыли про сообщество, как про социальную структуру. Поговорим про сообщество, как технологический инструмент на примере социальной сети ВКонтакте. Вот это графическое изображение, я думаю, хорошо знакомо всем. Косяк номер один по популярности. Просто вот это вот шедевральное. Когда вы здесь… Что здесь… Давайте на примере бизнеса для начала. Что здесь пишет бизнес, когда хочет, чтобы от него отвалились все клиенты? Мы молодая, динамично развивающаяся компания, 40 лет на рынке. И дальше такая простыня текста обычно идет. Текст, который согласовал генеральный директор, он же единственный человек, который прочитал его до конца, просто потому что это единственный текст, в котором не видно, что у него кассовый разрыв полгода. Что здесь пишут медиа? Почему-то у многих такое ощущение, что чем дольше живет редакция, тем больше она обрастает аббревиатурами, приставками и всем остальным. Поэтому полное юридическое название медиа обычно – это какой-то ужасающий набор букв. И почему-то очень многие считают своим долгом вот так их сюда впиндюрить. Опять же, сотрудники редакции не всегда даже знают, как это расшифровывается, но почему-то это выносится вот на первый момент. А из Тверской области кто-нибудь есть в зале? Из города Ржев? Я просто, чтобы меня не побили. В общем, у меня есть модельное сообщество, я его очень сильно люблю. Вот если вы хотите посмотреть, как делать не надо, найдите сообщество Ржев сегодня в социальной сети ВКонтакте. Мой любимый пост от этого сообщества, я сперва думал, что это хорошо промеренная стебуха, типа панорамы. Но нет, это совершенно искренне делается. Мой любимый пост от Ржев сегодня. Ржев сегодня, Тверская область. Тверской паблик пишет новость о том, что, такую комсомольскую тоже, но пишет новость, что в Твери прошел танцевальный фестиваль. Ребята были довольны. Это был праздник, фестиваль, краски, улыбки. А в конце были награждены лучшие из лучших. Ржев сегодня репостит это к себе с одной фразой. Ржевитян в списке награжденных не было. Точка. И там весь паблик такой. Причем вот вы сидите хихикаете, а это я даже смотря ваших пабликов не дошел. То есть вот это ваше лицо, если вам угодно. Это отсутствие возможности произвести первое впечатление повторное и так далее. Вот эта штука, вот в принципе весь ваш образ, сочетание там тонов вое, сочетание графических элементов, логотипа и всего остального, оно не существует в вакууме. Вот это очень важно понимать. Люди не приходят, скорее всего, в социальную сеть конкретно, чтобы почитать вас. Они приходят заниматься чем угодно. И чем с одной стороны органичнее вы встроены в это что угодно, с другой стороны привлекаете внимание, вот на этом в том числе строится успешность, рост аудитории, рост охватов и всего остального. Дальше уже можно наворачивать сколь вам угодное количество инструментов. Потому что тоже такой популярный вопрос, наверное, на втором месте по популярности, после вопроса, просто меня удивляет, когда меня люди спрашивают, Вячеслав, а какую социальную сеть нам выбрать у сотрудников ВКонтакте? То есть это такая вера прям в искренность у людей. Ну это приятно. Второй по популярности вопрос, это либо каким форматом нам пользоваться, чтобы у нас охваты улетели в потолок, либо какой инструмент нам прикрутить к нашему сообществу, чтобы у нас все стало хорошо. И я вам так скажу, в умелых руках любой из этих инструментов может дать колоссальные охваты, колоссальную вовлеченность и все остальное. Но не надо превращаться в умственно отсталого плотника, потому что любой инструмент, эта штука предназначена для решения конкретных задач конкретным образом, с конкретными подходами, трудозатратами и всем остальным. Поэтому прежде чем отвечать на вопрос, а какой инструмент самый лучший, надо задать перед этим еще один вопрос, а чего мы вообще хотим? Ну помимо того, что проснуться богатыми и знаменитыми, а еще желательно молодыми, здоровыми и красивыми. Как известно, секрет рецепта очень простой. Но давайте про контент, потому что про инструменты. Опять же, если вам интересно, я буквально через 20 минут в конце расскажу лайфхак, как очень круто научиться работать со всеми инструментами ВКонтакте, либо по крайней мере получить информацию, которая вам в этом поможет. Универсальных рецептов по работе с контентом не только ВКонтакте, но и в любой другой на самом деле социальной сети, вот они. Честно вам скажу, 15 лет я угрохал на работу с социальными сетями, и вот это самое емкое определение. Но кто-то из вас может справедливо заметить, что тут вода водянистая, типа секреты полишинеля, нормально делай, нормально будет. Да, потому что это так и есть, потому что дальше уже начинаются нюансы. Представьте себе медиа под названием «Ржев сегодня», Челябинский трубопрокатный завод и какое-нибудь кафе на набережной славного города Сочи. Они все три могут присутствовать в социальных сетях, вести там какую-то свою контент-стратегию. Но общего в реализации этой контент-стратегии у них не будет практически ничего. Поэтому давайте закопаемся еще чуть глубже. Первый момент. Это ваша любимая, обожаемая, умная алгоритмическая лента, которая, разумеется, настроена таким образом, чтобы отбирать у вас все охваты и отдавать их куда-то в молоко. У нас, знаете ли, в доме Зингера в Петербурге есть купол такой красивый, там вентиль есть специальный, на нем сижу я и раздаю трафик. В реальности же, что происходит, когда вы выкладываете пост ВКонтакте? Алгоритм должен определить, показывать его аудитории, либо не показывать. Если очень сильно упрощать, я сейчас схему вам обрисую, но по большому счету вы выложили некую единицу информации. В первую очередь алгоритм стремится показать ее той аудитории, которая до этого демонстрировала к вам лояльность, то есть условно к самым преданным вашим подписчикам. Если относительно среднего, условно относительно исторических данных, они хорошо отреагировали, то охваты расширяются. Если следующий пласт аудитории хорошо отреагировал, то охваты продолжают расширяться, это продолжается до достижения одного из двух условий. Либо заинтересованность аудитории прекращает расти, тогда все, соответственно, рост замедляется, либо до тех пор, пока пост не попадает в рекомендательную ленту, то есть демонстрируется даже тем людям, которые на вас не подписаны. Что на это влияет? Чертова прорва факторов, которые опять же сводятся к тому, что если вы делаете интересный для вашей аудитории контент, то все будет хорошо. Если же этот контент не интересен, то все будет плохо. Потому что в первую очередь базовая парадигма вообще работы в социальных сетях – это борьба за внимание пользователя. Если вы этим вниманием завладели, вы молодцы. Если вы этим вниманием не завладели, то мы получаем очередной паблик с охватами меньше 5%. И конкурируете вы в первую очередь даже не с другими изданиями и не с суровой реальностью. Вы конкурируете вообще со всеми объектами, которые могут привлекать внимание вашей аудитории. И здесь опять же, чтобы понимать, насколько это суровая конкуренция, здесь еще относительно такие вменяемые логотипы представлены, потому что невменяемые мне пиар запрещают показывать. А что там могло бы быть еще? Паблик – как стать миллионером за три дня? Паблик – с нами стыдно, зато не скучно. Паблик – чтобы такого съесть, чтобы похудеть. И охваты у вас будут расти только в том случае, если вы станете интереснее, чем вот это вот все. Как этого достигать? Зависит от имеющихся ресурсов, зависит от имеющихся возможностей. Но тут опять же универсального рецепта, к сожалению, нет. Если бы я знал какой-нибудь универсальный рецепт по поводу того, как достигать успеха в социальных сетях, я бы сейчас не в Сочи лекцию читал, а сидел бы где-нибудь в Тихом океане на персональном острове, вырубил телефон бы давно и жил бы счастливо. Но, тем не менее, общие рекомендации, конечно же, есть. Потому что по поводу тех же самых форматов, уже 8 лет идут войны по поводу того, что лонгриды умирают, а вроде лонгриды не умирают, а какой длины должно быть видео там, вертикальное или горизонтальное, снимать на смартфон, либо снимать на профессиональную аппаратуру и так далее. Да черт его знает, ну правда же. Потому что это вопросы из серии, а как написать интересную книгу? Интересную для кого? Про что? Какой бэкграунд у автора, который задает этот вопрос и так далее? Поэтому действительно, с одной стороны, надо экспериментировать с форматами. С другой стороны, в этот же момент вы должны быть предсказуемы для своей аудитории. Потому что если сегодня вы, значит, лонгрид на 15 тысяч символов лупанули, завтра вы выложили серию советов на карточках, пропали на две недели, выложили документальный фильм про Челябинский трубопрокатный завод на два часа, снова пропали. Потом вернулись через две недели, начали клипы фигачить. С точки зрения аудитории у вас шизофрения. И аудитория, в общем-то, права совершенно. Поэтому, да, надо обязательно составлять некий контент-план. То есть не просто увидели новость и ее разместили. Потому что, опять же, очень многие редакции ведут себя по принципу чукотского певца. Увидели что-то, рассказали, увидели что-то, рассказали, увидели что-то, рассказали. Возникает вопрос, а точно ли это все надо вашей аудитории? А может быть какие-то не самые значимые новости слепить в один пост и раз в день там дайджест, например, выпускать или раз в неделю, например, дайджест? Опять же, экономия время ваших читателей. Что-то я по предыдущему пункту еще хотел рассказать. Ну ладно, вспомню, расскажу. Дальше у вас начинается вот куча разных форматов. Опять же, меня порой подмывает на конференциях для журналистов начать говорить, что два лучших формата это лонгриды и подкасты. Просто почему? Необоснованно. Ну вот я же ответственности за это никакой не несу. И буду говорить, все, все делайте подкасты, минимум по два часа, но лучше ежедневно. А, вот по поводу ежедневности хотел сказать по поводу частоты постинга. Прямой корреляции с тем, какие охваты и какая частота постинга, ее не существует. Но есть наблюдение, что если вы просто как из пулемета строчите, то аудитория не будет успевать вас читать, у вас охваты, соответственно, просядут. Но какой-то четкой границы, если три поста в день, пять постов в неделю, вот этого нет. Потому что опять же все зависит от того, насколько востребован ваш контент у вашей аудитории. И точно так же, Кристина об этом уже упоминала, по поводу того, что не так важно, в какое время вы размещаете контент в социальных сетях. Да, это действительно так. Потому что алгоритмическая лента не пихает его прямо в лоб всем пользователям. И некоторые из вас даже могли наблюдать такой спецэффект ВКонтакте. Когда вы выкладываете пост, день проходит, он болтается, как сосиска в проруби. Второй день проходит, и на третий день охваты вот так лупанули вверх. Почему такое возникает? Это значит, что в тот момент, когда вы выложили пост, алгоритм не смог найти ту самую базовую аудиторию лояльную, за которую зацепиться. Но и однозначных фактов и данных для того, чтобы пост списать в утиль, у него тоже нет. Соответственно, он периодически, итеративно продолжает попытки показать этот пост аудитории, и иногда происходит зацеп. Но особо пристальное внимание уделяется вот этому формату. Потому что, в принципе, опять же, про это много разговоров, что вот вертикальные видео, а клиповое мышление. Термин клиповое мышление многие употребляют совершенно бездумно, потому что никто даже толку не может объяснить, что такое клиповое мышление. Но вот оно есть. Тем не менее, можно констатировать, что если вы, так же, как и я, считаете, что видео надо снимать горизонтально, то я вас могу поздравить. Мы динозавры, мы вымираем. Потому что у всех в кармане вот это вот черное зеркало. Ну, не у всех, но достаточно значимого большинства. И поэтому массовый потребитель проголосовал не ногами, так руками, что ему вот хочется, он вот так привык держать, и ему хочется вот так же залипать в контент. Но поговорить я с вами хотел бы немножко о другом. И снова мы говорим о том, что есть тема, которую вы хотите преподнести своей аудитории, и есть угол, то есть некая точка зрения, та призма, через которую вы эту тему преподносите. Есть, например, вот такого вот рода исследования по клипам. Сразу хочу оговориться, что это данные на осень прошлого года, то есть не воспринимайте их буквально как рекомендацию к действию. Я хочу вам логику продемонстрировать, что левый столбец — это то, что предпочитают делать авторы, здесь у нас то, что популярно у зрителей, и здесь популярные подборки. Такую статистику можно найти не только по клипам, по разным форматам, не только по ВКонтакте. Это опять же, возвращаемся к картинке с тем, что кто не роет, у того нет норки. Потому что обратите внимание на некие любопытные вещи, которые мы можем выцепить из вот такой статистики. Вот эти два столбца, они вроде бы достаточно близки между собой. Ну какие-то люфты есть и все остальное. Но любопытно, что вот здесь достаточно высоко находится такая общая тема, как социалка. И это феномен последних трех лет. Потому что за последние три года средний человек по популяции, не только в России, а вообще во всем мире, уже сходит с ума от происходящего вокруг. Количество негатива, непредсказуемости, вот это всего, оно просто зашкаливающее. То есть у людей уже забрало откровенно, падает. И поэтому появляется тяга, многие исследования подтверждают, что у людей есть тяга к добру, к заботе, к человечности, к другим общим ценностям, потому что этого дефицит. И справедливости ради, этого действительно дефицит, в том числе в новостных пабликах. При этом может возникнуть справедливый вопрос. Вот такие вот новости, ну а что делать? Они вот такие и никакие больше. Опять же, можно по-разному их преподносить. Вот тот самый голос сообщества, тональность коммуникации с аудиторией, она находится в руках журналистов, в руках выпускающего редактора и всех остальных. Поэтому можно как минимум вот в эту сторону подумать. Либо вот популярные подборки. Здесь на самом деле вот хотя бы по поводу первых трех пунктов уже можно целую монографию написать на тему того, почему у собак больше количественно, а кошки в интернете популярнее. Но как вот такую информацию можно использовать? Допустим, вы выпускающий редактор. И вы понимаете, что у вас полнейший провал с контентом. Нет заготовленного контента, надо что-то писать, надо как-то мелькать перед глазами своей аудитории, чтобы она про вас не забыла. А вы уже выкладывали пост про окрошку, например. Зашли в Google, задали в поиск корги вид сзади и просто безо всякой подводки, безо всего, просто лупанули это в свой паблик. Аудитория, я вам гарантирую, офигеет. Когда издание «Ржев сегодня»… Ну вот понимаете, насколько… Это же реально зацепляет. Это, возможно, эмоциональная связь вам даст больше, чем последние 30 лет работы редакции. Не факт. Но просто как направление мыслей. И вот такого на подобных исследованиях можно килотонны рыть. Опять же, вы же властелины пера. Вы писать можете о том, о чем сами решите. И о том, что действительно важно вашей аудитории. И о том, в том формате, в котором это понятно, приятно и интересно вашей аудитории. Это все в вашей власти. Вы понимаете, в чем моя проблема? Вот сейчас забыли о том, что я работаю в ВКонтакте. Я сейчас к вам как частное лицо скажу. Потому что когда я 5 лет назад начинал работать с журналистами от лица социальных сетей, мое представление было, что это я к вам должен приходить и спрашивать, а как написать интересно для социальных сетей? И для меня до сих пор загадка, а почему это происходит в обратную сторону? Потому что популярный вопрос прошедших полутора лет – это «А вот нейросети, а вдруг нейросети заменят журналистов?» Вы знаете, такой риск есть. Хотя бы потому, что нейросети знают, хотя бы, чем отличается дефис от длинного тире. Ладно, простите, бомбануло. В любом случае, вот без этого не будет ничего. А если у вас будет по-настоящему качественный, оригинальный контент, то даже если вы будете его зубилом на глиняной табличке делать, а не в социальных сетях, люди придут и будут его читать. Не обязательно делать именно вот так. Но тоже как один из вариантов. Так, ладно, про это я все рассказал. Теперь самая важная часть всего этого доклада. Мария, разрешите вас пригласить, пожалуйста, на эту сцену? Потому что вот это действительно важный человек. А я тут так балабол с микрофоном, позволите. В общем-то, мы трансформируемся, мы много чего делаем. Точнее, как Мария и ее коллеги много чего делают. Я просто мотаюсь по конференциям, вы на меня даже не смотрите. Поэтому было решено в какой-то момент, года, наверное, два назад, пересмотреть вообще взаимодействие с медиа, взаимодействие со СМИ. Потому что очевидно, что журналистам нужен какой-то постоянный контакт. Причем желательно не от инфо-цыган очередных, а все-таки от первоисточника. Поэтому была построена вот такая вот схема взаимодействия между ВКонтакте, между ВК даже, как холдингом, в котором есть Одноклассники, Дзен, ВКонтакте и прочая вот эта вся штука. Таким образом, чтобы, во-первых, была возможность оперативно получать информацию, которая может оказаться полезна в работе, получать поддержку какого-либо рода специфического, потому что у СМИ очень много специфических запросов, а еще иногда получать деньги. Поэтому вот все, что вы фотографировали, в принципе, это, ну, я не знаю, пригодится, пригодится. Но вот это один из двух самых важных слайдов. Собственно, вот это. Контакты. Мария. Вот Мария, она стоит перед вами на сцене. Перейти по QR-коду. Это мой телеграм. Можно написать мне, чем мы занимаемся. Я работаю в направлении со СМИ. У нас есть ВК. Мы работаем как ВКонтакте, так с Одноклассниками, так с Дзеном. Мы работаем со всеми. Мы работаем с оригинальным медиа. Именно я занимаюсь оригинальным медиа. И каждый день мы сталкиваемся с вопросами, которые у вас есть технического характера, продвижения, аналитики, аудита ваших сообществ и прочих вещей для того, чтобы вы комфортно, в первую очередь, чувствовали себя на наших площадках, развивались. И все, что Слава рассказывала сейчас в течение часа, мы все это пытаемся каждый день с вами попробовать. Какие-то новые механики, розыгрыши различные для того, чтобы аудитория осталась у вас. И это был не Ржев сегодня все-таки, а действительно интересные СМИ, которые интересно читать. И пользователи туда не просто приходят за какими-то новостями, но еще и смотрят, и воплекаются, и участвуют в вашем СМИ. Поэтому пишите. Можно ко мне также подойти, обняться контактами, задать какие-то вопросы. Да, потому что я-то сбегу после лекции, потому что обратно в самолет. А Маша с вами навсегда, и это прекрасно. Да, надеемся. Но помимо того, что есть две моих замечательных коллеги, еще есть, вы не поверите, медиа для медиа. Мы знаем, что вы любите медиа, поэтому мы сделали медиа для медиа. Это еще один источник информации, в который такой узкий, замкнутый клуб по интересам. Ну, замкнутый, в смысле, всех подряд туда не пускают. Вот. Здесь примерно та же самая история. Лайфхаки, советы, гранты. Ну, зато есть Маша, и у Маши есть QR-коды. Да, если что, подходите. Можно поймать меня сразу после лекции. Ну, просто я, если сейчас на телефоне открою, то толку будет немного. А так, вот. В сообществе выкладываем супер, как кажется, полезный контент. Это действительно контент, который наработан, так сказать, общение с оригинальными медиами. То есть вы сталкиваетесь с проблемой, мы ее решаем, и потом нативный контент туда выкладываем. И для того, чтобы пользовались и, соответственно, развивались. В общем-то, ловите Машу в кулуарах. Ну, собственно, она не собирается от вас сбегать. Мне уже наши дорогие организаторы показывают, что со мной будет, если я не заткнусь через ближайшие две минуты. Поэтому я надеюсь, что не успел вас сильно утомить. Это была хоть сколько-нибудь полезная для вас информация. Вам желаю прекрасного вечера. Ну, и вы все знаете. Не мочите манту, не писайте в розетки. Все у вас будет хорошо. Прекрасного вечера, друзья. Прекрасного вечера.